Смотрите, Локомотив буквально через три дня после победы над Торпедо играет с Химками, команда, которая находится в еще более плохом состоянии, чем Торпедо, и тренер у Химок хуже, чем Талалаев, правда, работает чуть-чуть подольше, но Спартак Гогнев, тренер очень-очень так себе, и команда у него слабенькая, явно плохо подготовленная. Короче, Локомотив в теории, да, и я подозреваю, что при «Останься Ценбаур», «Останься Цорн» мог выпустить на этот матч, ну, такой состав, который отличается от состава Сторпедо, потому что ротирование, потому что можно дать поиграть молодым, потому что недавно Химки обыгрывали 5-0, ну, казалось бы, когда дать, как не сейчас. Однако, на мой взгляд, это довольно плохая практика для команды, которая не имеет сыгранности, которая не имеет выстроенной игры, которая не имеет уверенности в себе. Точно такая же ситуация была у нас после двух побед над теми же самыми Химками и Оренбургом. Мы только-только начали нащупывать нашу игру, обыграли и тех, обыграли других с крупным счетом, поехали в Нижний Новгород, который тоже к тому моменту был, ну, казалось бы, слабеньким соперником, тем более в Кубке. И тогда еще Компер с Ценбауэром взяли и решили провести ротацию. Локомотив отлетел 0-2, в следующем матче проиграл, в следующем матче проиграл, собственно, с этого и началась эта самая безумная проигрышная серия в чемпионате России. Когда команда находится в разбалансированном состоянии, когда она не может одерживать победы просто на классе своем, да, то есть, ну, вот ты, у тебя там 6-7 человек играют хороших основного состава, и 3-4 дополнительных футболиста не портят картины. Все равно эти 6-7 точно знают, что они там не пропустят, точно знают, что что-нибудь в атаке создадут, и с ними, собственно, эта ротация проходит безболезненно. В ситуации, когда у вас команда такого не имеет, вы и тот матч, в котором ротируете, проиграете, потому что, ну, вы взяли и ослабили, и без того расхлябанный механизм, и собьете с настроя вот этот вот только-только образовавшийся ваш костяк, которым вы выиграли матчи. Поэтому лично я целиком и полностью поддерживаю то, что на матч с Химками фактически вышел тот же самый состав, что и на матч с Торпедо. Одно буквально изменение было, это Едвай вместо Кузьмичева. Как ни крути, Едвай футболист сильнее, чем Кузьмичев, и единственный вопрос только в том, насколько Едвай дисциплинирован. Если Едвай готов выполнять установку тренера, не бегать вперед абы куда, не шарашить мячи, то в целом, конечно, Едвай сильнее, чем Кузьмичев, сильнее, чем Мампаси, и, наверное, в принципе, сильнейший наш защитник. Главная проблема в том, что он совершенно недисциплинированный и может внезапно оказаться совершенно в другой части поля, когда на нас идет атака. Локомотив полностью перестроил стиль своей игры. Локомотив теперь это команда обороняющаяся и играет от печки, играет так, чтобы не пропустить. Сегодня это было отчетливо видно, хотя один момент в итоге все-таки уже в дополнительное время, в добавленное время, уже даже когда оно истекло, все-таки позволили соорудить. Гильерми потащил, Текнезиан спас на добивании. Но в целом, если брать 94 минуты основного времени, у Химок не было ни одного момента для того, чтобы забить ворота Гильерми. И эта тактика, она, в принципе, для команд уровня торпеды Химки, ну, вполне рабочая в том плане, что, во-первых, ты можешь более-менее гарантировать то, что не будет серьезных моментов у твоих ворот, и более-менее можешь гарантировать, что будут моменты у ворот соперника. Сегодня, кроме забитого гола с пенальти, было два незасчитанных гола, было два неплохих момента с ударами мимо ворот, но тем не менее. В целом, да, ну, моменты Локомотив созидает, вопрос будет только в реализации. И вот сегодня, как и в матче с торпедо, так и в матче, сегодняшний в матче с Химками, один гол худо-бедно мы заковырять можем. Все-таки класс нападающих это позволяет. Важное событие случилось на 30-й минуте матча. Сломался Иван Игнатьев, здоровье ему, много раз говорил о том, что мне нравится, как играет Ваня. Это классическая девятка, который и сам может забить, и помочь другим может забить. Но я опасался того, что вот у нас нету замены Игнатьеву, но вышел Герана Керк и выдал, наверное, лучший свой матч года. Да, у него был матч с теми же самыми Химками, когда он навесил на Камано, сначала сам забил, а потом навесил на Камано. Но вот именно по влиянию на игру с 30-й по 90-ю минуту, вот все те 60 минут, что он был на поле, это, мне кажется, лучший матч Керка, потому что он постоянно был в игре, он постоянно нагнетал, он постоянно давал пасы в штрафную, постоянно какую-то опасность у ворот соперника создавал. И в этом плане, ну, хорошо заменил Игнатьева. До 30-й минут у нас не то, чтобы было много моментов, потом тоже было не очень много, но все-таки Керк большой молодец. Выйти все-таки с замены, это дорогого стоит. Отмечу увеличивающуюся роль Артема Карпукаса, потому что с каждым матчем Карпукас становится все более ключевым игроком Локомотива. И вот мы дошли до точки в матче с Химками, когда партнеры искали Карпукаса, чтобы отдать ему мяч, чтобы он уже придумал атаку. И, собственно, гол начался с паса Карпукаса на Керка. Удар Исидора – один из самых опасных моментов, которые мы создали с игры. Это пас Карпукаса и еще очень много таких же моментов, в которых Карпукас именно был разводящим, атакующим полузащитником. Потом, когда вышел Антон Миранчук, Карпукас, соответственно, отошел чуть-чуть назад и не так сильно влиял на игру. Но, тем не менее, первый минут 70 Карпукас тоже был, вполне можно называть его одним из лучших игроков этого матча, потому что и впереди, и сзади по-прежнему ноль каких-то претензий и вопросов к Артему. Огромная умница. В целом, Локомотив играет на ноль. Локомотив не пропускает два матча подряд. Это очень хорошо. Такого с нами еще в этом сезоне не было. Мы все время пропускали. Два матча на ноль. Два раза вышел Гильерми. Я думаю, что в дальнейшем эта практика продолжится. Есть уверенность, есть сейвы, есть начало атак от Гильерми. Все это никуда не делось. И Гильичка снова с нами. Есть претензии. Безусловно, есть претензии. Например, Уилсон Осидор заработал пенальти, но в ряде эпизодов, когда ему нужно было решать моменты, у него все время какой-то технический брак был. Удар мимо ворот из-за довольно удобной позиции. Где-то не может обработать, где-то навес дурацкий сделает, где-то пас не отдаст, где-то просто потеряет мяч. То есть, Осидору точно нужно возвращаться на свой уровень. Он его потерял. Активность есть, а техника обращения с мячом, техника ударов, техника выходов один на один у Осидора прям сильно плавает. И с учетом того, что, вероятно, Игнатьев вылетел до конца года, что-то у него там с коленом, нам нужно будет возвращение Осидора, который забивает. Пока только пенальти заработал. Тоже молодец, но согласитесь, да, не сфали в том моменте игрок Химок. Совсем не факт, что эту передачу Керка Исидор бы превратил в гол. Может быть, да, но, скорее всего, нет. Очень странно видеть центральных полузащитников Макеева и Куликова в середине поля, которые должны каким-то образом созидать. И если Мага сегодня еще пытался каким-то образом нагнетать, пытался в чужую штрафную ходить, ударил поворотом, пасеки пытался какие-то придумать, хотя, по-моему, ни один из них не прошел, то от Дани Куликова мы этого с вами вообще не видели. И закономерная его замена на 45-й минуте, я думаю, что никто особо не удивился. Чего, наверное, стоит ждать от Куликова? Это человек, который может, он видит поле и может отдать передачу. Он не то чтобы какой-то зубодробительный отборщик, но передачу вперед он в целом отдать всегда мог. У него есть вот эта вот, во-первых, быстрота мышления. Мы это видели в матчах Лиги Чемпионов с Николичем, что он сканирует поле и может отдать передачу даже под давлением хорошую, развивающую. Сейчас уж не знаю, довели ли его до этого немцы или сам снизил свой уровень до нынешних времен. Он и борьбу избегает, если посмотреть по статистике, у него может быть там за 45 минут 2-3 единоборства. И точность передач очень сильно хромает. В матче с торпедой Куликов был один из худших по этому проценту. Да, если там Крапука стабильно держит около 90 процентов, Макеев, по-моему, 85 дал, то у Куликова процент точности передач был около 70, что для центрального полузащитника это очень плохо, учитывая, что это не были постоянные обостряющие передачи. Сегодня, например, у центральных полузащитников процент точности передач будет довольно низким, но зато эти передачи все время шли вперед, все время пытались обострить ситуацию. Поэтому можно понять, почему они там не проходили, не доходили. В матче с торпедой мы очень много пасовались именно надежных передач, и они были в борьбу сопернику и так далее, что, конечно, никуда не годится. В целом, конечно, вот разворот игры на оборонительные редуты и на проведение быстрых атак, в частности, как вот мы забили гол, который забил Исидор, который отменили быстрой атаки после того, как ты где-то внизу отобронялся у своих ворот. Это очень похоже на Никричевские времена, примерно так мы играли, примерно так мы свои победы и добывали. И что еще стоит точно совершенно отметить, это повысившееся количество передач в штрафную. При Цинбаури, при Компере много раз на это внимание обращал, что наши футболисты категорически не хотят отдавать передачи в штрафную. То есть даже попыток нет. Сегодня этих попыток было много, реально много. И не нужно было подготавливать их, там, миллион передач делать, чтобы вывести уже идеально. Нет, просто видим своего игрока, понимаем, куда он более-менее делает рывок и отдаем туда передачу. Первый гол, это, ну, единственный гол в этом матче, это передача Керкова в штрафную. Не стал бежать куда-то к воротам, как он часто, например, делал в предыдущих матчах. Не стал обводить по 7 раз. Просто отдал эту самую передачу. Потом отдал ее еще раз, и был еще один опасный момент. И мне тоже нравится этот тренд. Потому что без передач в штрафную забивать голов практически невозможно. Да, на одном только прессинге, как мы уже выяснили за первые 10 туров чемпионата России, мы забивать не можем. Надо еще и отдавать передачи под выходы, под то, чтобы подставить ногу. И в целом стараться играть внутри чужой штрафной, а не где-то в центральном круге. Хорошая победа. Я думаю, что еще немножечко Локомотиву позитивных мыслей добавила. Следующий матч уже с Динамо. И вот если мы с Динамо сможем сыграть хорошо, если мы с Динамо сможем добиться победы, это уже можно будет говорить о небольшом возрождении Локомотива. Потому что 3 победы подряд это то, с чего с Локомотивом еще не случалось. 2 победы подряд были, 3 нет. Надеюсь, что случится. Динамо не особо сильная. Команда тоже очень разбалансированная, тоже со странными тренерскими идеями и по составу, и по тому, как они играют в обороне. В общем, пока все матчи, которые я смотрел Динамо, им их соперник постоянно какие-то очень большие сложности доставлял. Но, тем не менее, естественно, Динамо это сильнее, чем Торпеда, это сильнее, чем Химки. И нужно будет играть еще более концентрированно, еще более плотно в обороне, дисциплинированно, концентрированно. В общем, я думаю, что мы увидим еще один матч от обороны на быстрых контратаках от Локомотива. Продолжение следует... Продолжение следует...